Ребята, всем привет! И сегодня я для вас снимаю видео в хоу! Многие знают, что я недавно ездила в Устану и я там кое-что себе приобрела. Так что сейчас я хочу показать вам свои покупочки. Так что, если тебе интересно, то оставься со мной и поехали! Хоу! Мы начнем с бершки. Во-первых, я купила себе футболку. Такую вот футболочку. Она мне просто понравилась из-за этой надписи. А так она обычная черная, стоила она 5600 вроде, если мне не изменяет память. И она мне, в принципе, нравится. Отличная футболка. Ну и помимо нее я еще себе кое-что купила. Я купила себе штаны. Они и не черные, и не серые, какого-то они странного цвета. Вот. И у них есть вот такая вот надпись. И стоили они 10 тысяч. Такие вот. Там еще, по-моему, такие коричневые были. Я взяла именно черные на тренировки носить. И вообще, я очень люблю спортивные вещи. Это пакетик из Зары. Я купила себе шорты. Вот такие вот черненькие шортики. Они не короткие, они нормальные. Ну, я так думаю. Короткие, не короткие, скажете вы мне вы. И они с такими дырочками прикольненькими. Там еще были голубенькие, но голубые у меня уже есть. Не прям такие же, но это не важно. Я решила взять черненькие, потому что черных шортиков у меня нет. И да, сейчас еще не так жарко, хотя уже можно ходить в шортах. Просто, когда лето наступает, я никогда не могу найти себе идеальные шорты. Поэтому, пока там они были, я решила их взять. С дырочками они вот такие вот. Ну, самые обычные шорты. Стоили они 11. И, конечно же, не могла я пройти в Заре мимо джинс. Я там просто их обожаю. Купила себе точно такие же, как у меня сейчас есть. Только голубого цвета. Широкие такие джинсы с дырочкой. И по бокам у них вот такие вот разрезики. Вот. Я их, потому что, во-первых, это обычные джинсы. Правда, они с дырочкой. И просто у меня нет голубых джинсов. И я поняла, что идеальный момент, чтобы купить себе голубенькие. Стоили они, по-моему, 13. Из Энчин Дэма. Я тоже не могла уйти оттуда без пакета. Купила себе толстовку. Она мне просто очень понравилась. Там был большой выбор, достаточно этих толстовок. Я взяла вот такую голубенькую. Кто смотрел мой влог, кто знает, что я мерила красную и вот эту голубую. Взяла именно голубую, потому что она мне как-то больше понравилась. Ещё просто у меня есть голубые джинсы. И это смотрится очень прикольно. Стоила она 8. Такая кофточка свитшот. Она не флисовая, обычная. В ней будет не так уж и жарко ходить. А что тут написано? Прикольная такая толстовочка. Я таки очень люблю. Также у меня есть ещё один пакет из Энчин Дэма. Но правда, вещи там не из Энчин Дэма. Но я вам всё равно покажу. Нашла я, значит, в Миннесон. И купила себе вот такую вот масочку с алоэ вера. Тонер. Не могла удержаться. И взяла его с зелёным чаем. Потому что я очень хотела какой-то себе новый тонер. И взяла именно этот. Просто мне он как-то больше всего понравился. Ещё в такой упаковочке. И вся коллекция. Я сейчас жалею, что не взяла её. Потому что у нас я этой коллекции ещё не видела. Но если она появится, то я по-любому куплю сейчас сыворотку. Не знаю почему. Тут ещё есть пенгаломывание, лосьон и крем под глаза. Но из этого всего мне особо ничего не нужно. Кроме сыворотки. Потому что сыворотки у меня нету. Так что... Ну, я бы купила. А тонер я просто очень захотела новый какой-то. Вот так он выглядит, конечно. И вы сейчас не можете. Ну, вот такой тонер. Я не удержалась и его открыла. Пахнет он очень приятно. Прямо зелёным чаем. Вот такой вот. Потом вам обязательно скажу на него отзыв. Также я ещё зашла в какой-то магазин. Не помню название. Зала стать для ванны для своей подружки. Вот такой вот лосьончик для тела. Это ей подарок на день рождения. Но, естественно, это ещё не всё, что я ей подарю. Ну, просто я не знала, что тогда купить в Астане. И взяла только вот это. Я узнала, что оказывается в Астане есть The Body Shop. Я этому капец как удивилась. И я туда зашла. Потому что, ну, я не могла пройти мимо. И купила бальзам. Я больше там ничего не присмотрела себе. Потому что, не знаю почему. Он с клубничкой. Стравбери. И он очень приятно пахнет. И это такое масло для кук. Я его ещё не пробовала, но оно вкусно пахнет. И это... Цену не помню. Ну, из Астаны это вроде бы все покупочки. Их, конечно, не так много, но... Хотя бы что-то. Я вам покажу из нашего города тоже покупочки. Купилась я лосьон Buston Body Works. Sweet Pea. Сладкий горошек. Когда я покупала, я просто по запаху ориентировалась, а не по названию. И только дома я поняла, что это сладкий горошек. Но это не пахнет горошком. Спила я именно его, потому что у меня есть точно такой же мист. И как бы это как комплект. Вот. Ну, вот такой вот наборчик. И мне, в принципе, не нравится. Также у нас в городе я не могла устоять перед сумочкой. Вот этой вот. Я очень хотела себе такую сумку. И, наконец-то, я нашла именно такую, которая мне нравится. Она, конечно, очень маленькая, но мне она безумно понравилась. Во-первых, я очень люблю сумки такого материала. Не знаю почему. Просто мне нравится такой материал. И мне нравится то, что у нее есть такие ручки. И то, что у нее есть еще и ремешок. Купал я ее, по-моему, тысячи за пять. И это отличная цена для такой прикольдесной сумочки. Единственное, что мне очень не нравится, это золотая фурнитура. Я не люблю золото. Ну и тут один карман. Сумочка, конечно, очень маленькая, но у нее, в принципе, помечается то, что мне нужно. Где я ее покупала, я тоже не помню. Сегодня я зашла в Синсей. И еще подарок своей подружке. Купила вот такую вот штучку для провода, чтобы он не ломался. Такую вот. И это не попа, это сердечко. И также я спила себе масочку. Точнее, масочки. Почему я ее взяла? Потому что, во-первых, у них очень классные пакалочки. С ленивцем и с ромашками. Там еще была с котиком, но эти мне понравились больше. И в чем их прикол, то, что когда ты их одеваешь, там реально, то есть, то есть, какой принт на упаковке, такая масочка внутри. То есть, вот это реально с ромашками там будет, а вот это с ленивцем, и там реально будет ленивец. Я посчитала это очень прикольным, и поэтому решила ее взять. Еще одну масочку. Я не помню, она из-за страны или нет. С кукумбером. Не знаю, как правильно читается, но мне нравится говорить кукумбер. И еще сегодня я купила себе чехол для телефона. Такой бежевый, сейчас у меня на телефоне, поэтому я не могу показать. И это все покупки, которые я совершила вот за этот месяц. Точнее, за прошлый. Потому что видео выйдет в мае, а я это все купила в апреле, так что... Ну и, в принципе, это все мои покупочки. Я надеюсь, что я ничего не забыла. А если я что-то забыла, будет очень печально. Ну, короче, вот. Если тебе понравилось видео, то ставь лайк, подписывай на мой канал. А я тебя очень люблю. Пока!